Музыка Значит сегодня идет продолжение оружейной тематики Это в плейлисте оружейная комната И сегодня на обзоре две модели пускового устройства удар То есть это устройство дозированного аэрозольного распыления Которые на рынке представлены уже много-много лет И сегодня вот сравним М2 и М1 Значит так Что представляет собой вообще это устройство Это вот такой вот, так скажем, блок Который выполнен из АБС-пластика У него имеются выходные отверстия На которых установлено прицельное приспособление В виде нерегулируемого целика и мушки И сама внутрянка Это различного рода механизмы по типу Все что связано с предохранителями С экстракцией патрона И соответственно сами механизмы подачи Разработаны были еще очень много лет назад То есть люди пользовались им с начала двухтысячных Сегодня мы не разбираем по поводу эффективности Что лучше в сравнении с баллончиками, с перцовками Просто некий так обзор Вот сохранилась раритетная, так скажем, коробка Которая видавшая виды То есть это Кировский завод Маяк Это вот удар М2 от вот этой модификации Новый эффективный баллончик 13х50 Он использует вот такие патроны От вот этого, к сожалению, сейчас нет Там используется 13х60 Он длиннее Больше мы никакой технической информации не найдем Только лишь описание, что это и как его можно использовать И емкость магазина Все Значит так В комплекте идет само устройство В зависимости от модификации И паспорт инструкция Которая является своего рода разрешением И благодаря этой инструкции можно носить его с собой То есть внутри идет дата изготовления Штамп Номерной штамп И здесь идет инструкция по зарядке По техническим характеристикам Обслуживанию Назначению И вот, кстати, основание Благодаря которому можно приобретать свободно Они идут В двух экземплярах у меня Что странно, от М2 был вместе с М1 Но принципиальных особенностей нет Так скажем, даже отличий нет Что касается по устройству Это первая модификация То есть это литой корпус Удар 5 на 13 на 60 То есть количество 5 единиц В калибре 13 на 60 13 это диаметр 60 длина Заряжение происходит путем закладывания вверх Как в магазине Вот единственное как раз таки это отличие Так как этот патрон, я уже сказал, от этого удара идет Это механизм экстракции И когда мы фиксируем его в зарядном положении Предохранитель убирается вбок И происходит выстрел Вот таким образом он стреляет Он выстрелил Как только мы спускаем Происходит механизм экстракции И патрон вылетает Вместе с ним есть вот такая Кобура в виде чехла Фиксировать на ремне Очень удобен Но он только для правшей Учтите, что спуск только Большим пальцем правой руки происходит Что неудобно Это было полностью изменено В ударе М2 Даже можем посмотреть То есть рукоять уже приобрела Пистолетную форму с выемкой для пальцев Уже появились насечки против скольжения Так же, как и здесь И уже хват, он идет более анатомичен и приятен И главной особенностью служит то, что Механизм предохранителя был изменен на флажковый Открытый предохранитель И спуск производится в виде нажатия на клавишу Так же, как и в первом При выстреле Выстреле выстреливает баёк Который как раз таки стучит по капсюлю И происходит выстрел Экстракция тут происходит ровно так же Это уже стреляный Поэтому он у меня как наглядное использование Зарядили их туда до пяти штук Закрыли Всё, ничего не произойдёт Открыли Выстрелили Отпустили И почему он не выстреливает Потому что он идет у меня подмятый И чтобы выстрелить нужно отпустить его резко То есть тогда он вываливается Также у меня тут идут Именно заряженные Которые как раз таки для применения С полными капсюлями С полными зарядами Так же это сейчас не про описание А просто покажу Механизм заряжания За счёт того, что это всё происходит очень быстро Всё Он стал значительно тяжелее И у него пять патронов Первый так же стреляный Выстреливает И вот таким образом производится экстракция Что можно сказать Что многие к приобретению рекомендуют Есть также большое количество людей Которые их хейтят За счёт того, что всё-таки они используют БАМы Это баллон Баллон аэрозольный Малый Которые в зиму работают Не сказать, что хорошо Но всё-таки для зимы есть Немного другие методы И средства Это как раз таки создано Именно за счёт гелевой основы Для использования в ограниченных пространствах То есть даже в инструкции Это салон автомобиля Лифт и места массового скопления людей Всё-таки для левши Подойдёт именно вот этот Потому что левша с этого Это стрелять левой рукой Очень неудобно То есть вот Держать и как-то надо Ухитриться Нажать То есть нет А именно Человек с правым управлением Так скажем Эффективно справится А с второго Стреляет и правша И левша На этом сравнение Наше окончено Ролик будет на канале В плейлисте Оружейная комната Всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал Прощаемся Субтитры подогнал «Симон»